10 лет подготовки и 98-метровая, самая мощная в истории НАСА ракета, Space Launch System, снова нацелилась на Луну. Через 50 лет после миссии Аполлон с космодрома на мысе Канаверал в понедельник должна стартовать миссия Артемис-1. Если условия окажутся благоприятными, в 8.30 по местному, в 15.30 по московскому времени ракеты выведут на лунную орбиту капсулу Орион с тремя манекенами. Наша команда давно и с воодушевлением рассказывает о том, что делает, о том, как они всей душой поддерживают эту программу и нашу способность вернуться на Луну, снова высадив там людей. Я работал со многими коллегами, гораздо моложе меня. Я видел их лица, слышал их голоса и то волнение, которое они испытывают каждый день. Они и все остальные коллеги из многих других программ проделали отличную работу. Манекенам предстоит шестинедельный тестовый полет. Их цель — измерить вибрацию, ускорение и радиацию — одно из самых больших опасностей для человека в открытом космосе. Если миссия Артемис-1 пройдет успешно, следующим этапом станет запуск на Луну двух астронавтов. Субтитры создавал DimaTorzok